На следующей неделе белорусов ждут кофейные выходные. В Минске пройдет пятый кофефест. Зрители смогут понаблюдать за соперничеством бариста со всей страны, продегустировать более 300 сортов бодрящего напитка, посетить выставку шоу кофейных компаний. Тем же, кто не собирается покидать малую родину на предстоящей неделе, стоит досмотреть нашу программу до конца. В завершении культобзора прозвучит афиша мероприятий, которые пройдут в регионе с 4 по 10 февраля. О новостях культурной жизни Гомельской области расскажет Евгения Кухаронок. В кинотеатре имени Калинина открыли новый зрительный зал, и я приглашаю вас на небольшую экскурсию. Кинопроекционное оборудование австрийское, а акустическая система Dolby Digital Around. Экран 12 метров ширину, 5 в высоту. Зал оснащен по последнему слову техники, чтобы создать полную иллюзию погружения. Здесь 150 зрительских мест, цена на которые варьирует от местоположения, формата фильма и времени суток. У входа в зал расположен кинобар, а на балконе холла отвели место для музыкантов, которые в дни премьер будут встречать гостей. Кинозал открыли показом новой российской комедии «Семь ужинов» в 2D формате. Гомельские зрители получили возможность увидеть фильм еще до официального релиза. Такой подарок преподнес продюсер картины Георгий Малков. Он сам родом из Гомеля и в молодости не раз приходил в этот кинотеатр. Для него стало честью первым показать свой фильм на новом экране. Красота и таинство Полесье в объективе мозырского художника. Во дворце Румянцевых и Паскевича открылась выставка фотографий Владимира Воробья. Гомельскому зрителю автор представил около 40 своих художественных снимков. Среди них фотопортреты полишуков, живописные пейзажи, виды сельского быта и отдельно бездонные черно-белые работы. В своих путешествиях по Полесье Владимир Воробей накопил также и богатый фотоматериал о местах, покинутых после аварии на Чернобыльской АЭС. Часть уникальных художественных фотографий из этой серии также представлена на выставке. В Гомеле прошла первая в этом году встреча на Замковой. Героем литературно-художественного салона стал один из самых молодых поэтов региона Александр Порошенков. Ему всего 19, однако уже сейчас юноша готовит к изданию свой второй сборник стихов. Этот чудный Вивальди снова заставляет отринуть слово и поверить, что нет прекрасней, мимолетней и неугасней, чем слияние верных нот. Звуки ангелов Божия правой услыхать мы еще не вправе, но Вивальди, сто лет забвенный, вдруг воскрес из могилы тленной, и как Феникс упрямо в зал, скоро истину доказал, сохраняется возрождением, нелюдским, неземным веленьем, промышлением Божьих сил, то, что стоит хранить святыней, самой главной, на той вершине, как хранится древо Креста. Александр – студент третьего курса исторического факультета БГУ. Его интересуют исследования рукописных исторопечатных книг в копилке достижений и восемь научных публикаций. Однако учебная деятельность не мешает творчеству, а наоборот служит источником вдохновения. А далее узнаем, что нас ждет на следующей неделе. В Гомель привезут жемчужину российского стеклоделия. В картины галереи Гавриила Ващенко представит современный дядьковский хрусталь. В более чем 20 сторонах мира шедевры дядьковских мастеров признаны эталоном стиля и качества. В этом также смогут убедиться и гомельчане, и гости города. Открытие выставки запланировано на 6 февраля. 7 февраля в Светлогорск приедет труппа Белорусского академического музыкального театра с современной версией оперетты «Женихи». Яркая и искрометная постановка позабавит и в то же время заставит задуматься над реалиями нашей жизни. Спектакль пройдет на сцене Светлогорского центра культуры начало в 19.00. Гомель находится в ожидании 4-го международного фестиваля света. По традиции самым ярким событием станет галоконцерт, который пройдет 9 февраля в ДК «Железнодорожников». Гости ожидают феерические выступления коллективов из Беларуси, России и Украины. Начало в 19.00. На этом пока все. С новостями культуры вас знакомили Евгений Кухаронок и Сергей Лукашук. Культ-обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».